привет 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 песер и с вами морж сегодня вторник и самое время обозреть игроков которых нам ввели вчера собственно 3 эпических игроков 8 специальных игроков давайте же посмотрим действительно здесь если здесь хорошие претенденты на попадание ваш основной состав ну и немножко поговорим про прокачку простили канамету снова как по мне на пароле ну в общем все более-менее по стандарту как и по стандарту полезные ссылочки личка моя в телеграме с тебе нужно задонатить на мобилочку с российских карт мой чатик и конечно же моя группа где нас уже больше 10 тысяч человек до рекламодатели кстати тоже могут обращаться в личку в телеграме хотя чуть последнее время их реально много ссылки в описании и закрепим но мы давайте переходить к игрокам которых нам представили значит начнем сначала со специальных игроков потом перейдем к эпиком да ребята обзор на доль пьера уже в работе завтра его выпущу как я и обещал ну и спасибо вам за комментарии которые писали да обязательно выпускай обязательно выпущу вот так начнем с зирки зиг зирк зе вот отвлекающий центральный нападающий представляет он баллонью 23 слабая нога вроде все хорошо максимальный уровень 97 с максимальным тренером он будет он у нас от голландии идет но чем мне он не нравится конечно же стилем отвлекающий потому что вот здесь где-нибудь плашечка появится как конами описывает стиль отвлекающий игрок отвлекающий защиту чтобы создать свободную зону для маневра другим игрокам позиции центральный нападающий оттянутый форвард атакующий полузащитник то есть да здесь ничего не написано прямым текстом пропас которого у него нет но все-таки наверно он отвлекает защиту чтобы создать свободную зону куда зайдет партнер и куда будет отдана передача но при этом передачи он как вы видите не раздает и по статам он чистейший охотник умение атаковать реализация скорость ускорения почему так я понятия не имею с одной стороны классный рост все в порядке со слабой ногой скоро с ускорением пойдет корпус присутствует умение атаковать отличное но нахрена ему этот стиль ну вот нахрена козе баян ну вот и примерно ему этот стиль вот так же и нужен по навыкам их всего лишь 8 но при этом у него есть супер замена вот возможно как супер замену я бы его использовал но с вот этим пасом вот этот стиль но по-моему немножко не клеится абсолютно поэтому тут чисто из-за стиля я бы проходил мимо дальше охотник за голами значит 94 на максимальной прокачки 97 с тренером ну вот опять же вот давайте сейчас его сравним с предыдущим нашим товарищем вот где он так как он там так вот он он до 94 вот просто сравниваем максимальный уровень максимальный уровень обоим накидываем буст накидывайся буст ну вот послушайте они практически идентичны они практически идентичны только вот этот охотник за голами ну да 176 роста а вот этот отвлекающий но реально по набору навыков они практически один в один и вот какого хрена какого хрена голландцу нужно было писать стиль отвлекающий я понятия не имею по этому товарищу ну так скажу вы найдете охотников и поинтереснее да умение атаковать крутейшие открываться будет замечательно 176 роста но при этом даже корпус ему 81 нарисовали в целом кое-какой есть в остальном крайне не выдающийся паренек плюс всего лишь шесть навыков кстати удара без подработки по классике не завезли а голландцу а но тут хотя бы без подработки есть и на том спасибо канами дорогие любимые а чука с отсутствующей слабой ногой 00 то есть вы понимаете на фотографии это вранье на самом деле у него одна нога стандартная карта бегунка скорость ускорения дрибла все то есть вот что хотите с ним то и делаете реализация 77 умение атаковать 83 ну такое себе пойдет но не более того пас отсутствует то есть это вроде как завершитель ну по отсутствующему пасу вроде как видно но при этом и завершать он будет не то чтобы все мягко говоря 337 навыков аналогично для завершителя удара без подработки у него нет зато у него есть дальние удары подкрутка шведка ну подкрутка шведка ему без базара нужно при такой-то слабой ноге но при подкрутке 73 задаешься вопросом а может этот навык тут вообще немножечко лишний ну как к даме виднее то есть единственное что есть на удары это дальние удары сила удара 84 слабовато слабовато я бы шел мимо да чисто бегать будет не вопрос но супер реализатор нет распасовщик даже среднего уровня нет чисто бегунок ну не знаю далее а фиг у нас который будет 99 до здесь уже как бы и умение атаковать 91 и реализация 85 в хороших пределах 85 89 ускорения балансик 89 корпус отсутствующий полностью хорошая дрибла пас ну чуть получше чем у предыдущих да назовем так то есть это тоже скорее всего завершитель он тоже у нас он имеет стиль оттягивающийся форвард не отвлекающий на это на этот раз и наверное наверное неплохо в принципе я его вчера выделял в паках 33 слабая нога отлично умение атаковать для оффа отлично реализация выше среднего дрибла окей и скорость ускорением окей по снизам хотелось бы больше но все таки вы вполне себе пойдет ребят на 4 навыка 4 навыка но но это реально какое-то издевательство к нами делает 99 мать его игрока и дает ему 4 навыка ну хотя бы дали удар без подработки пассива вот хитрость удары по восходящей супер замены еще один навык работает только когда он выходит замены то есть если вы его ставите в основной состав у него изначально три навыка не вопрос плюс 5 еще можно добавить внутри изначально для девяносто девятой карточки да на секундочку канами 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 кин либо кен кстати я когда гуглил написано и так и так не знаю почему вот кен вполне себе кстати он даже изначально с 21 даже 20 части его многие использовали то есть он такой и с умением атаковать и с реализацией игра головой есть и прыжочек есть и скорость ускорением хорошие сила удара присутствует он универсален он универсален не слишком хорошая слабая нога но при этом отличный стиль охотник за головами навыков опять же не досыпали всего лишь 7 на удар без подработки пассива завезли по остальному до 5 навыков чем можно будет добавить штрафный он само собой не бьет дрипла ну могла бы быть и больше при его росте все-таки он там не громадный какой-то чувак но в принципе пойдет пас отсутствует чистейший замыкатель умение атаковать реализация скорость ускорением вот мне нравится то что у него физические параметры все в зеленой зоне то есть сила удара и прыгучесть и корпус и балансик в принципе такого футболиста чтобы у нас и баланс был 82 и корпус 84 не так уж много таких футболистов на самом-то деле поэтому кин вполне себе пойдет либо же кинка как кому удобно а тюрам вот снова отвлекающий снова отвлекающий и пас низом 72 это опять чистейший охотник за голами с хорошими отличными статами физическими 192 роста слабая нога не очень но при этом 88 умение атаковать 87 реализация опять же вот он принял мяч этот пробежал отвлек дальше передачу как ему выдавать 72 пас низом 72 ну ну это ужасно то есть мне такое ощущение что к нами вот можете найти серию южного парка даже скорее всего это не серия будет а вырезка из серии где американские биржевики этот как они коди короче выставляют стоимость акции у них там такой круг короче типа чё делать в экономические кризисы там как помогать банк банкам и так далее они отрубают курицы голову кидают его короче курица бегает без головы истекая кровью падает и вот где упало что там написано вот то они и делают вот у меня такое ощущение что у конами такой же круг есть вот круг где написаны все стили они отрубают курицу голову кидают она там побегала побегала где упала такой стиль игроку и нарисовали по навыкам то же самое то есть рандом абсолютнейший ну реально по статам этот футболист просто не подходит для своего стиля вот просто не подходит но при этом статы хороши вот было бы здесь не отвлекающий охотник за голами прям хорошо прям хорошо реально чё чё жаловаться отличная физуха отличные в принципе умение атаковать реализация почти под 90 даже подкрутка присутствует а по навыкам здесь конечно все получше чем мы видели до этого 10 навыков так 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 но хрен вам они удар без подработки как конами как ну вот просто ну опять же при помощи курицы по-другому никак акробатика удары с подсечкой подсечка орналы проброс между ног игра головой дальние подкрутки дальние удары марсельская рулетка одиночный контроль посыл разрез опять центральный нападающий у нас без удара без подработки стиль левый удара без подработки нет спасибо к нами ну или спасибо курица который упал оденно те собственно клеточки которые нам хотелось бы и мобили во всех частях его хвалил максимально приятный форвард вот как лаутара вот у меня два наверное игрока которых я постоянно так аут ладно 3 ромарио еще тоже выделю лаутара ромарио и и мобили вот просто максимально приятный в использовании товарищ фиг его знает по статам смотришь куда классно умение атаковать реализация головой играет прыгает скорость ускорением звезд с неба не хватает сила удара хорошая дриблы нет паса нет но при этом на поле выходят забивает выходит забивает чувствуется крайне легко не знаю почему но вот почему-то у собственно чиро и мобили вот такая моделька в игре у нас как было наверное части с девятнадцатой так вот до сих пор она это и осталось так 33 9 навыков не 10 и удар без подработки спасибо есть боевой дух даже сразу есть неплохо вполне себе неплохо просто да если он выпадет несмотря на статы попробуйте на поле мне кажется вам понравится мне по крайней мере нравилось даже очень ну и лукака большая и черная здесь лису ворот форвард последнего касания что сказать великолепный корпус прыжка просто прыжок отсутствует я не знаю почему эти был фильмы белые не умеют прыгать можете да загуглить это неплохое кинцо вот мне кажется этот фильм был не про лукаку с прыгучестью 67 не белые не умеют прыгать сила удара корпус реализация умение атаковать в принципе когда лукаку был 84 золотым мячом ставь лайк если сейчас скупая песенская слеза стекла с твоего глаза по воспоминаниям о былом но он у меня стоял в золотом составе он был одним из лучших форвардов нашей игры на тот момент тогда на самом деле ребята салах был 84 то есть справа стоял 84 салах в центре стоял лукаку и слева по моему у меня стоял мане который был то ли 82 то ли 83 вот кстати было очень даже неплохо по навыкам лукаку естественно десяточка удар без подработки есть основной навык для центрального нападающего в принципе дальние подкрутки хотели у него есть подкрутка неплохо вот способность капитана здесь конечно лишнего ты как по мне хитрость немножко лишнего тая вот по моим вчера я как раз про хитрости говорил вот мне написали в комментариях да ты что если человек с хитростью ты знаешь сколько штрафных заслуживает ребят я вам так скажу вот зайдите на мой канал и процент и посмотрите финалы турниров там в том числе присутствует футболисты с хитростью там реально один штрафной на пять матчей а то и на 6 если у тебя так сказать твой товарищ стреляет один раз из шести мне кажется что стоит сходить к врачу конечно во мстителях говорили про осечку один раз из пяти вот вот один раз из пяти осечка это допустимо а один раз из шести попадания это как по мне ну не очень хорошо в общем целом я не знаю по крайней мере по моим матчам по матчам финалов которые я комментирую я не вижу штрафных в игре практически вообще ладно переходим к бестиали из аталанты напоминаю 76 матчей 25 забитых голов ноль трофеев ноль трофеев за аталанту и только из-за того что партнерка с аталанта экономия смогли подписать вряд ли смогли они ему позвонили я думаю такие он такой кто меня в игру вы чё вы чё там вы рехнулись может нормального игрока подпишите а они такие ну блин ты их хоть единственный за таланты там который хотя бы более менее у нас там отец сын перкассе были мы их заебал и раздален там вообще все жопа он ладно подписывайте короче с вас пивас и чипсы вот вот подписываем такой контракт пивас и чипсы на три дня и я готов появиться у вас в игре лесу ворот опять же forward последнего касания 184 сантиметра умение атаковать реализации хорошо даже лучше чем хорошо немножко хуже dribbling хотя при этом контроль удержание в зеленой зоне в зеленой зоне игра головой прыжок особо не выделяется ускоряться будет бежать будет но опять же я думаю вы найдете кучу форвардов которые окажутся вот лучше чем он просто лучше чем он нет если вы почитатель аталанты и аталанта у вас сердце вы просыпаетесь на подушке с гербом аталанты и поете гимна таланты по утрам вот и вы знаете вообще кто этот человек то возможно просто для своего какого-то основного состава я бы прошел мимо тем более я бы пришел мимо оставить его условно в сборную бразилии если вы собираете сборную бразилии хотя реализацию меня атаковать ничего так но всего лишь 8 навыков ему нарисовали удар без подработки есть игра головой штатный пенальтист опять же штатный пенальтист муж если есть штатный пенальтист даже если вратарь прыгает в правильную сторону он может не отбить мяч ребят ну даже когда не штатного пенальтиста и даже когда вратарь проехать нужную сторону он тоже может не отбить мяч я не знаю вот ну я считаю эти навыки вот хитро штатный пенальтист способности капитана считают абсолютно бесполезными навыками которые просто занимают место то есть мне со способностями капитана нужно один игрок на поле и желательно чтобы это был вратарь чтобы я вообще не менял вот если вратарь способностями капитана все в на остальные игроки на поле пусть имеют какие-то полезные навыки, вместо того, чтобы засорять их список. Так, что-то я Мелита написал, прям не очень по-мелистскому. Вот он, Мелита. К нему мы переходим. Значит, центральный нападающий, лис у ворот, аналогично форвард последнего касания, и вот здесь вот уже поинтересней. Умение атаковать и реализация по 97. Прям вау. А давайте его сравним. Давайте его сравним с... Так, сюда мне его поставьте. Понятно, что он по рейтингу выше Эваира этого, но я хочу посмотреть. По-моему, они по статам практически идентичны. Что-то мне так кажется. Да, давай вставься. Скидаем в сравнение. Так, максимальный уровень, максимальный уровень. Бусты. Навык от тренера. Пас низом, пас навесом. Сразу плюсы Мелита вычеркиваем, потому что говно и там, и там. Ну да, они, блин, они реально практически идентичны по статам. Единственное, конечно, минус у Мелита, это плюс 12 вовлеченность защиты, то есть в защиту он прям будет возвращаться. Он будет пытаться вернуться. Плюс 12 агрессия вообще не сыграет роли. Плюс 1 сила удара, скорость не почувствуете даже. Минус 3 баланс тела не почувствуете. Прыжок, выносливость. Они практически идентичны. Они реально практически идентичны. Ладно, возвращаемся к Мелитам. Тут все-таки немножечко, да получше, так сказать. Так, верните мне Мелита, пожалуйста, на базу. Мелитом. Так, вот он он, Лисяка, у воротиков. По умению атаковать реализации крайне хорош. Честно, мне кажется, что он будет типа Ромарио. Он и по статам похож на Ромарио, и по физическим параметрам похож на Ромарио. Хотелось бы, конечно, получше слабую ногу для центрального нападающего. Но в остальном попробую. Я вот так, да, немножко заспойлерю. Мелита мне тоже выпал. Вот. Сейчас в первую очередь, естественно, будет обзор на Дальпьера. Но типа Мелита у меня есть. И у меня есть немножко времени. Поэтому обещать не буду, но поглядим. Мне кажется, он должен быть приятен. Вот чисто по его модельке в игре. Причем это мои воспоминания, по-моему, с 16-й части или 17-й, когда он был в песе. Или 16-й, или 17-й. Короче, он уже был в песе. Вот, и мне прям нравилось. Возможно, у меня тогда был подростковый инфантилизм. Хотя, какой инфантилизм, когда мне было больше 25-ти на тот момент. Но да ладно. По навыкам. Навыков, к сожалению, тоже десятку ему не завезли. Удар без подработки есть. Боевой дух, игра головой, игра пяткой, подкрутка шведкой. Ну, пятерочку навыков в любом случае ему нужно будет добавлять. И если буду делать на него обзор, так к этому, конечно, я подойду чуть подробнее. Ну, и Дальпьера. Наверное, единственный игрок, где я бы не пользовался автоматической прокачкой. Но сейчас поглядим. Потому что я его так крутил, вертел. Значит, изначально, вы видите, у нас 5 вариаций Дальпьера. И всегда это была классическая десятка. И даже при том, что Дальпьера был классической десяткой, все равно он очень многим нравился. Очень многим заходил. И действительно, на поле он показывал клевые вещи. А этот у нас атакующий полузащитник. То есть, не этот гребаный, блин, стиль бревна, который называется классическая десятка в нашей жизни. А реально отличный атакующий стиль, где он будет открываться, где он будет забегать, где он будет двигаться по полю. По автоматической прокачке 102-й у нас оттянутый форвард, 99-й центральный нападающий, 98-й АПЗ-шник. Все отлично с дреблой. Пас кое-какое присутствует. Отличнейшая реализация подкрутка и штрафные. На самом деле, я бы ему даже больше писал. Потому что по подкрутке и по штрафным, ну, чуть ниже Бекхэма я бы его ставил. У Дальпьера было великолепное чутье. Он великолепно пробивал штрафные, и я бы ему рисовал больше. У меня не атаковать, 88 для Офа вообще с головой. Скорость с ускорением. Нормально пойдет, но звезд с неба не хватает. Хорошая сила удара и отличный баланс. Выносливости тоже особо не будет. Что у него с вовлеченностью в защиту? 49. Даже на позиции АПЗ он не слишком будет сильно возвращаться в защиту. Что бы я ему менял? Тут 12 ему аж летит в дреблу. 8 в удары, 4 в пас. 5 в силу ног и выносливость. Да, это скорость, собственно. Наверное, наверное. В принципе, я бы ему опускал дриблинг, наверное, до 8. Мне бы таких показателей лично хватало бы. При этом я бы ему поднимал на 4 пасы. То есть загонял бы в зеленую зону и пас низом, и пас навесом. И 4 стата у меня дополнительных оставалось, которые я бы вкинул в скорость, в силу удара и в выносливость. Таким образом, я получил бы 101-го оттянутого форварда. С позиции атакующий полузащитник. Но с практически полностью выше зеленой атакой, ну кроме игры головой, понятное дело, 173 сантиметра, защита нас вообще не гребет. И по силам 83 скорость, 86 ускорение, 90 сила удара, 90 балансик. Как по мне, вот так симпатичнее смотрится. Но опять же, тут каждый решает сам, как ему прокачивать. Я бы ему усиливал пас, уменьшая дриблу, потому что я не особо дриблер. По другим позициям, качать ли его там на ЦН, например, или на атакующего полузащитника, мне кажется, нет. И центрального нападающего вы найдете хорошего, без проблем. И атакующего полузащитника вы найдете хорошего, без проблем. Аналогично вчера задавали вопрос, типа, Дель Пьера или Кройв. Честно, ребят, играл бы в обоих. Вот реально играл бы в обоих. Оба хороши. Кого-то лучше, прям сильно на голову я бы не выделил. Но Дель Пьера пока что, опять же, я еще не все матчи сыграл, естественно, все это не нарезал. Пока что мне дико нравится. Поэтому, если есть возможность, я бы советовал вам его поймать. Вот такие игроки у нас. Пользовался я, как обычно, eFootballHub. Спасибо, что слушали. Обзорчик завтра. Полезные ссылки в описании и закрепленном комментарии. На этом прощаюсь. Как всегда, Морж. Как всегда. Пока. Пока.